Валерий Седов По данным Минприроды России, Рязанская область попала в чрезвычайный список из 16 регионов со сложной паводковой обстановкой. Как заявляет профильный министр Александр Козлов, оперативные службы уже переведены в режим повышенной готовности. Главное управление МЧС Рязанской области в сводке публикует детальную ситуацию по районам, близким к подтоплению. И статистика эта остается тревожной. Прямо сейчас сводка от МЧС не выглядит оптимистичной. Но уже то, что любое повышение уровня воды в реках считывается ежечасно, говорит о четком контроле ситуации. Итак, прямо сейчас в черте города уровень воды в Оке 122 см выше нулевой отметки гидрологического поста Рязани. В районе Касимова на 60 см выше, в остальных реках в районе полуметра. По данным Главного управления МЧС России Паризанской области, подтопленными остаются 16 низководных мостов и один участок дороги. Движение транспорта по ним прекращено, установлены ограждения и запрещающие знаки. Проведено оповещение населения. В области по-прежнему остаются отрезанными от большой земли 12 населенных пунктов. Четыре на территории Сапожковского района, по три в Путятинском и Кораблинском, два в Старожиловском районах. Жизнеобеспечение населения не нарушено. В том числе решены вопросы пожарной безопасности, продовольственного и медицинского обеспечения. Эвакуация населения пока не требуется. Совсем по другому поводу был развернут в Рыбновском районе оперативный штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций при правительственной КЧС. Здесь отрабатывали реакцию на стихийно возникший пожар. По легенде, очаг стихии на площади до 30 гектаров обнаружили вблизи населенного пункта. Необходима эвакуация населения. Такую тренировку провели в первую очередь для ускорения взаимодействия всех структур и оперативного привлечения необходимых сил и средств. Условно отработаны вопросы оповещения и эвакуации жителей населенного поселка. В зоне чрезвычайной ситуации развернули подвижный пункт управления аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Рязанской области. Практические мероприятия прошли вблизи населенного пункта Шехмином. После проведения авиаразведки к месту условного пожара прибыли добровольцы, которые первичными средствами пожаротушения не давали огню распространиться. Работники пожлеса провели опашку и приступили к тушению. Массовыми митингами поддержки встретили 18 марта, день вхождения в состав страны Крыма и Севастополя. В этом году дате 9 лет. В Рязани ее приветствовали флажками с надписью «Наши сердца Крыму». В Центральном парке несколько сотен людей. Развернуты десятки плакатов с надписью «Севастополь», «Крым», «Россия». Развиваются флаги России. Есть и совсем небольшие флажки со словами «Наши сердца Крыму». Так с самого утра начинается митинг в честь 9-й годовщины воссоединения Республики Крым и Севастополя с Россией. Крымчане, севастопольцы и знали тогда, знают и сейчас, что мы своих не бросаем. Рязанцы все эти годы активно поддерживают своих соотечественников, помогают во всем. Точно так же, как мы сейчас помогаем и четырем новым регионам – Донецкой, Луганской народным республикам, Запорожской, Херсонской областям. Помогаем и будем помогать. Крымская весна – название, скорее, народное. 9 лет назад, 11 марта, Верховный Совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларацию о независимости регионов. По итогам референдума в Москве был подписан договор о воссоединении Крыма с Россией. Это произошло 18 марта. В силу он вступил спустя три дня после ратификации Федеральным собранием Российской Федерации. Тогда это стало событием всенародного масштаба. Помните, тогда на площади Победы проходил многотысячный митинг. Митинг шел. Казалось, вся Рязань собралась на площади, а люди все пребывали и пребывали. Потому что все мы чувствовали, что на наших глазах творится история. Этот день отмечает вся Россия. А для Крыма праздник этот традиционный. В этот выходной день в Крыму по всему полуострову устраивают торжественные мероприятия, концерты и автопробеги. Помимо этого, жители и гости полуострова несут цветы к мемориалу народному ополчению всех времен. Тем временем на Рязанском алмазе прошел чемпионат России по биатлону Мастерс для спортсменов старше 35 лет. Победители, помимо титулов и медалей, получили от Союза биатлонистов России лыжи ProTeam. Из первой партии инвентаря, созданного у нас в стране. Чемпионат России Мастерс стартовал под Рязанью в четверг, 16 марта. Спринт от 4,5 до 7,5 километров для разных возрастов. Два огневых рубежа, лежа и стоя. На этом программа не была исчерпана. На выходных участников ждали еще две зрелищные гонки. Маст-старт и эстафета. Чемпионат России, Кубок России для ветеранов, спортсменов старше 35 лет. Это соревнование для любителей, для спортсменов, которые не так давно завершили карьеру, но по-прежнему остаются в спорте, ведут активный образ жизни и приезжают соревноваться, помериться со своими силами, пообщаться с единомышленниками, коллегами, с кем раньше выступали на трассах на стрельбе. Непростые погодные условия проверяли спортсменов на прочность. Впрочем, скольжение было прекрасным. Высокое весеннее солнце подтопило поверхность трассы, но благодаря работе местных профессионалов это стало даже плюсом. А вот сильный ветер обещал стать главным фактором неожиданности. Участие в чемпионате приняли 79 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского и Алтайского края, Амурской, Саратовской, Московской, Новосибирской, Ульяновской, Рязанской, Тюменской, Томской, Омской областей. Рязанцам удалось завоевать две медали. Вторым в спринте на 6 километров возрастной категории 50-54 стал Алексей Пчелкин. Второе место в масс-старте на 10 километров среди участников 35-39 лет занял Алексей Сидоров. Призером соревнований «Союз биатлонистов» вручил разработанные в России лыжи «Про Тим». Не так давно они у нас вообще появились, эти лыжи на горизонте, не так давно их спортсмены тестируют, пробуют. Я вот лично скажу, что я на этих лыжах катался, когда нам была передана первая партия, еще в Союз биатлонистов России, я на этих лыжах также катался. Ничего плохого про них сказать не могу. Насколько они будут конкурентоспособными, эти лыжи, ну, наверное, покажет время, скажут специалисты, гонщики, те, которые соревнуются все-таки на соревнованиях, не только на любительских, и не только просто катаются. Все-таки инвентарь спортивный, он создается прежде всего для того, чтобы показывать высокие результаты. А для того, чтобы были результаты высокие, лыжи должны сохранять свои заявленные характеристики. Это качество скользящей поверхности, это качество структуры лыжи, это качество штайн-шлифтов, так называемых структур, которые наносятся на скользящую поверхность, которые для той или иной погоды, той или иной структуры снега подходят. Вот, поэтому, как эти лыжи будут себя вести в течение всего сезона, ну, посмотрим, будем пробовать. Пробная партия, изготовленная в этом году, пока недоступна к приобретению для широкого круга. Разработчики продолжают трудиться над поиском формул. Теперь в один день. Начиная с марта 2023 года введена единая дата выплаты ежемесячного пособия. Притом как по уходу за ребенком, так и из средств маткапитала. Обо всем подробнее далее. Начать стоит с единой даты выплат из маткапитала на детей до трех лет. Она просто календарна раньше. Прямо с июня этого года семьи, оформившие такую меру поддержки, будут получать средства уже в один определенный день. Начиная с июня этого года будет введена единая дата для выплат из материнского капитала для детей до трех лет. Семьи, оформившие такую меру поддержки, начнут получать средства 5 числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий месяц, а за предыдущий месяц. Впервые новая дата будет применена к пособию за май. В день геносчет поступит семьям 5 июня. Важно напомнить, что право на ежемесячные выплаты из материнского капитала имеют только те семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов на душу населения в регионе. В этом случае сумма составит 13 155 рублей. До 2023 года тратить из материнского капитала разрешалось только на второго ребенка в семье. С этого же года выплату можно оформить на каждого малыша до трех лет. Начиная с марта 2023 года ежемесячный пособий по уходу за ребенком для работающих родителей будет перечисляться 8 числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие. Такое пособие могут получать матери, отцы, другие родственники, а либо опекуны, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и фактически осуществляющий уход за ним. Если 5 или 8 число выпадет на выходной или праздничный день, то деньги поступят раньше, в предшествующий рабочий день. Феномен барановских ситцев, получивших международное признание в середине 19 века, сегодня стал историей. Между тем, оплатки, изготовленные в маленьком городке Владимирской области, когда-то мечтали модницы всей Европы. По проекту «Кремль» в гостях у Кремля, в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открылась выставка из музея-заповедника «Александровская слобода». На ней представлены лучшие образцы уникальной музейной коллекции набивных тканей и платков легендарной троицы Александровской мануфактуры, купцов барановых, некогда крупнейшего текстильного центра России. В 1886 году продукция мануфактуры баранова на выставке в Лондоне, Вене и Париже удостоилась специальной награды персидского шаха. А ткань «Смородиновый лист» на Всемирной выставке в Париже в 1889 году была удостоена высшей награды Гран-при за изящество рисунка. Неповторимые узоры русских умельцев гремели на весь мир. Первоначальные образцы ткани, они все были привозены, их привозили из Франции, и авторами их были французские художники. А потом барановы у себя на производстве организовали собственную творческую мастерскую. Они очень активно подбирали туда талантливых людей, талантливых художников. И они, в общем-то, там работали. Но в основном они были выходцами из крестьянской или мещанской среды. То есть у многих юна, к сожалению, неизвестны. Барановские платки встречались повсеместно, особенно в Архангельской, Рязанской, Нижегородской и Курской областях. Но теперь о них мало что известно. Это история, которая хранится разве что в музее. В 90-е годы 20 века производства обанкротились и перестали существовать. Но живы краски, что не выцвели, не потускнели и через век. И сегодня вдохновляют многих художников. Благодаря усилиям вашего земляка, художника Владимира Сточкевича, он родился и вырос в Рязани, сейчас он живет в Москве, он очень увлекается историей барановских ситцев. И вот эти вещи, разрисованные по мотивам барановских ситцев, стали таким арт-объектом и очень ярким, красивым дополнением нашей выставки. На этой выставке образцы тканей, эскизы рисунков, костюмы, которые носили женщины в разных губерниях и предметы быта тех лет. Загляните и вы за порции вдохновения, прикоснитесь к исконно русской моде, которая чуть больше века назад гремела на весь мир. Силач, факир, гимнасты, дрессированные звери и звезда шоу. Очаровательный клоун с поющей птичкой. Этим артистам и их создателю аплодировали зрители всех континентов Земли. Но цирк этот не совсем обычный. Да что там он уникальный? Ведь артисты в нем марионетки. Автор, исполнитель и создатель кукол, а также кукловод Виктор Антонов, неоднократный лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», главный художник Московского театра кукол имени Сергея Образцова. Погружение в атмосферу старого доброго цирка в стиле ретро, где забавный клоун исполняет романса со своей подружкой-вороной. Обезьянные акробаты строят пирамиду, факир глотает шпагу, а гимнасты на одном велосипедном колесе непринужденно жонглируют огромными гирями. Необыкновенный трюк придуман режиссером для каждой куклы индивидуально. При этом у цирка кукольного есть преимущество. Здесь возможно все. Верблюд не только летает, но и извергает языки пламени, как настоящий дракон. Вот захотелось мне, чтобы она отлетала от кольца и делала сальто. Есть опасность, что она его не сделает, и такие варианты тоже бывают. Как в цирке, по-честному. Практически каждый номер я старался немножко присвоить и под себя переиграть. А так, в принципе, это жанр достаточно распространенный. У нас, к сожалению, нет. В таком спектакле все зависит от кукловода. В случае с Виктором Антоновым кукловод – настоящий виртуоз и не прячется за ширмой. Во время представления публика наблюдает, как мастер управляет циркачами с помощью десятков нитей. Это зрелище изумляет ничуть не меньшее, чем то, которое разворачивается на кукольной арене. Ты должен склонность иметь, понимать некую кинематику, механику движения, как такая инженерная должна быть жилка такая. Нет никаких эмоций. Это техника. Это очень техничный спектакль. Техника. Нитка пошла сюда, здесь я ее перехватил, здесь это. Но картинка выстраивает такое, что все получается. Каждого из циркачей придумал и изготовил Виктор Антонов сам. Мастер, режиссер и художник в одном лице. Ну, как-то я себя так чувствую. Потому спектакль интересен и детям, и взрослым. В ловких руках мастера куклы оживают и демонстрируют чудеса. А после спектакля в качестве бонуса к марионеткам можно подойти близко и рассмотреть каждую из них. И это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Эндоскопия в клинике «Семейная» стала более комфортной и безопасной. Колоноскопия, гастроскопия и удаление полипов во сне на современном цифровом оборудовании. Исследования и консультации по лечению желудочно-кишечного тракта проводят врачи экспертного уровня и кандидаты медицинских наук. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова